В этом году Международный театральный фестиваль «Белая вежа» откроет занавес 12 сентября в музыкальной комедии «Проделки Ханумы». А завершит эстафету спектаклей на Брестских подмостках театр юного зрителя из Грузии. В последний день феста 19 сентября они покажут драму у Юрия Шекспира «Зимняя сказка». Кстати, постановки по мотивам произведений английского классика занимают особое место в фестивале. И не случайно в этом году автор Ромео Жюльетте отметил бы свой 450-й день рождения. Пристальное внимание со стороны зрителей, по словам Александра Козака, заслуживает еще один автор. На этот раз современник, участник театрального марафона «Белая вежа». Особенности нынешнего фестиваля – то, что мы, я думаю, несколько лет хотели пригласить, пытались пригласить в город Брест. Это театр Мена Фортес со знаменитым режиссером Некрошицем. И это нам удалось. Но что особенно мне радостно, то, что мы привозим в Брест премьеру. То есть она в Литве прошла несколько раз еще только, и она нигде не была, а впервые будет как бы в Бресте. Литовский театр входит в число 24 творческих коллективов из 13 стран мира, которые через две недели представят брещанам и гостям города 28 спектаклей. Россия, Азербайджан, Армения, Польша, Украина. География театрального марафона, как всегда, разнообразна. Впрочем, как и направление спектаклей, начиная от камерных моноспектаклей и заканчивая смелым экспериментальным жанром. Такая пестрая стилевая палитра на протяжении многих лет является визитной карточкой «Белой вежи». И отличает его от других не менее масштабных театральных фестов. Фестиваль, ну, наверное, отличается от, допустим, теарта. Он, может быть, не столь представительный и не столь тенденциозно направленный. Он все-таки пытается соблюсти интересы зрительских очень разнообразных групп. Здесь и детская, и кукольная, и уличная программа, и серьезная драматическая, экспериментальная и так далее, и так далее. Потому что многие же фестивали, они имеют какую-то узкую направленность, как-то «Март-Контакт», молодежную направленность. Теарт – это в большей степени такие монстры фундаментальные экспериментального театра. А «Белая вежа», он, может быть, потому и живой, что он не имеет такой вот, какой-то такой узкой направленности. А он фестиваль многообразных жанров. Хозяева фестиваля Брестский академический театр драмы представят легендарную пьесу Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Кроме этого, на пресс-конференции художественный руководитель Брестского театра рассказал представителям СМИ о премьерах, которые увидит брестский зритель уже в этом сезоне. Нам в октябре 70 лет, 1 октября, и к этой дате театр готовит спектакль «Игра любви и случая» Мариево. Этим спектаклем начинался наш театр. Это, в принципе, первая постановка здесь, в Бресте. Спектакли фестивальной программы будут проходить на четырех площадках – в Большом и Малом залах Брестского академического театра драмы, в зале областного общественно-культурного центра площади Ленина. Традиционно в дни фестиваля будет организована работа представителей СМИ и театральных критиков из пяти стран мира, которые определяют уровень и творческое лицо современного театра. Билеты на желанный спектакль можно приобрести в кассе театра, однако поклонникам стоит поспешить. Уже на 9 постановок билеты полностью распроданы.